Вот этот маленький и средний. Вот этот, да, мне тоже. Лучшая кучка для вас. Привет, ребята. Сегодня очень ответственный день. И вообще день, который я ждала последние три месяца. Мы летим за собачкой в Москву. Я очень рада. Вообще, мы уже столько этого ждали с момента рождения этого щенка. Вот ему исполнилось сейчас два с половиной месяца. Почти три. И как раз таки его можно забирать. Потому что три месяца это минимальный срок, когда можно перевозить через границу. И мы сейчас в аэропорту Хельсинки. Ждем свой рейс в Москву. На самом деле, я уже так давно не была в Москве. Уже, наверное, пару лет. Года три-четыре. Но мы едем к моим родственникам в Калугу вообще. То есть нам еще нужно будет добираться из Москвы в Калугу. Сегодня день будет очень долгим. Еще с утра мы успели поработать. Я уже взяла свой любимый финский кофе из Эр-Киоски. На самом деле, я не очень люблю финский кофе. Но это единственное, которое вкусно. Вот, и булочки. И я в шоке. Какой тут классный терминал, который для международных вылетов. Ну, для международных это считается, который вне Евросоюза. Вот. Короче, сегодня будет очень крутой день. Но мы приедем в Калугу. Уже к моим родственникам. Очень поздно. Где-то в 12 ночи. И мы уже в 12 ночи увидим своего щенка. И просто. И на самом деле мы очень переживаем. Потому что нужно будет везти его в самолете. И я не представляю, как собака будет переживать. У меня никогда не было животного своего. Вообще никогда в жизни не было никого. И поэтому, конечно, очень волнительно. Но я уже жду. Доброе утро. После такой длинной дороги. Вчера мы весь день сюда ехали. Мы приехали в Калугу. К моим родственникам. И сейчас я вам покажу нашего нового. Нашу новую собачку. Это мальчик. И дети ему дали кличку Пирожок. Вот. Пока что я не знаю еще, как его назвать по-другому. Но. Тут, конечно, собак очень много. Собачки. Собачки. Мама и ребеночек. Хороший какой наш пирожочек. Смотрите, сколько там еще. Щенков. Тут просто полный домик собак. Майка. Майка. Ну и стесняйся. Так, все. Пойдем показывать нашего пирожочка. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Миримся? Давай, мизинцами. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Вот это моя сестренка, которая очень на меня похожа. Мы просто как две капли воды. Да? Ее зовут Василиса. Все, пойдем. Показывать собачку. Мы уже просто не можем от нее оторваться. Я не представляю, как я буду уходить теперь из дома. Потому что мне все время хочется быть с пирожочком. Вот так вот. Ну все, мы его забираем. Мы сейчас поедем на самое ответственное задание. Нам нужно поехать к ветеринару, сделать все документы для перевоза его через границу, потому что это очень сложно. Надеюсь, что у нас это получится, потому что там нужно определенное количество дней, карантина. В общем, даже если хоть один документ будет неправильный, нас не выпустят с ним завтра из Москвы. Короче, надеюсь, что у нас это получится. Погнали. Мы уже съездили к врачу. Оказалось, что не все так плохо, как мы думали. Нужно буквально пару документов. Но на самом деле нам очень сильно помогли мои родственники. То есть, если бы они всего этого не сделали, мы бы, конечно, не смогли вот так вот приехать и за один день забрать собаку. Потому что ей нужно сделать несколько прививок. Между прививками должно быть 21 день карантина. И, короче, да, все сложно. Но нам вроде поставили все печати, сказали, что сегодня, завтра на таможне все должно быть хорошо. Поэтому мы очень переживаем. И скоро мы уже поедем домой. Самый хороший, самый выделяющийся. Я же видеоблогер. Ты тоже хочешь быть? Да. Ну скажи. Ты тоже хочешь быть блогером? Да. Что ты хочешь снимать? Как моя сестра проводит время. Хочу с ней сниматься. Хочу, что Саня, она у меня в локти, да. Тихо, тихо, пусть спят. Пусть спят. А вот и мамочка. А я хозяин. А ты хозяин, да. Ну все, уезжаем. Прощание с мамочкой. Все, уносим, уносим. Не хочет расставаться с сыночком. Спасибо. Мамочка не хочет уезжать. Ты доедешь с ним? Мой. Ты здесь будешь охранять, да? Да пойдем со мной, пойдем. Пойдем. Первый раз будем кормить нашего питомца. В аэропорту. Конечно, очень стрессово для него. Потому что столько новых людей, столько новых запахов. Молодец. Кушай, кушай. Мы все прошли, все документы. Все хорошо, сейчас полетим. Кушай. Спасибо. Спасибо. Доброе утро! Мы уже дома с собачкой. Это были сумасшедшие сейчас два дня. Первые два дня его в нашей квартире. Было очень сложно, потому что он не дает спать. И вообще перелет был очень тяжелым для него, потому что он уже не понимает, когда взлетает самолет, что так шумно, он не понимает, что такое. Он очень боялся в этой своей переноске, сидел у нас в ногах. Сейчас он уже более-менее привыкает к нам. И я, конечно, безумно рада, что он у нас дома. Просто это какое-то чудо, какой-то комочек счастья, который вот спит постоянно или бегает с нами, играется. Да. И со мной целуется. Но мы вот уже его воспитываем, уже немножечко тренируем. Я так рада, что он у нас дома. Теперь у нас есть песик. Когда я сижу работа, он сидит рядом со мной, либо прямо у меня на коленочках спит. Это так мило. Мы решили назвать его Айба. И ласковым назвать Айби. Вот так вот у нас происходят съемки рекламы. Я начала фоткать вот эту вот подвеску, которую мне прислал один ювелирный бренд. И он сразу же прибежал ко мне. Он когда видит, что вот я что-то делаю такое, или камеру достаю, он сразу бежит смотреть. В общем, я, конечно, безумно рада, что у меня теперь есть песик у нас. И я теперь по-другому совсем живу. То есть я не знаю, я просто каждую минуту о нем думаю. Я не могу нормально работать теперь. Я не знаю, как я завтра поеду в офис еще. Потому что мне просто будет жалко его оставлять. Он останется один дома на весь день. Очень не хочется, но придется, потому что мой парень и я, мы должны ехать в офис на работу. Я не знаю, как я буду теперь уходить из дома. Мне кажется, я буду просто весь день думать о собачке, чтобы приходить и играться с ней. Спасибо большое ребятам, что посмотрели. На самом деле, может быть, все не так я понятно сняла. Просто потому что я сама была на таких нервах. У меня в аэропорту были эмоции. Я заплакала от счастья. Потому что, когда я начинаю осознавать, что вот все, эта собачка теперь наша. И что она теперь всегда будет с нами. Мне просто в это не верится. И меня захлестывают эмоции. Я не хотела даже ничего снимать. Я просто на него смотрела вот все время. Спасибо вам, что досмотрели. Всем пока. Желаю, чтобы у вас тоже появилось такое счастье.